Подтопление Пятигорска и сел Петровского района стали главной темой встречи Надежды Герасимовой с сотрудниками Крайвого МЧС. На прошлой неделе столица СКФО получила удар от стихии. Из-за сильного ливня подтопило более 160 домов, были разрушены трамвайные пути и дороги. Вице-спикер Госдумы страны отметила, оперативные службы достойно справились с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Но расслабляться пока рано. Необходимо до копейки подсчитать ущерб, нанесенный природой. Самая большая работа, чтобы потом не было хороших отношений с прокуратурой, это как раз самое главное, что вы должны достоверную информацию предоставить, коллегиально она должна быть подтверждена по ущербу и дальше уже идут документы в правительство нашего края. Предоставление жилья, увеличение зарплат и социальных льгот. Все эти темы активно обсуждались на встрече. Надежда Герасимова пообещала сотрудникам МЧС все их предложения и пожелания донести до правительства страны. Мне нравится, что тут спортивная подготовка. Все что-то мы хотим, что все получаем. Все учителя хорошо учат. Ученики кадетской школы без ложной скромности рассказали Надежде Герасимовой, которая пришла к ним в гости, что у них самая интересная школьная программа. Сейчас на каникулах ребята с удовольствием посещают оборонно-спортивный лагерь. Здесь, рассказали школьники, можно и в футбол погонять, и в поход сходить, и на скалодроме потренироваться. Вице-спикер Госдумы страны осталось довольно увиденным. Авторитет вашей школы сегодня говорит о том, что как раз сюда со всех уголков города пытаются попасть дети и обеспеченных родителей. Я знаю, что школы по пальцу можно перечислить и в Москве. Те, которые действительно работают на воспитание, те, которые дают возможность по-разному учиться. Надежда Герасимова отметила, Ставрополь скоро станет настоящим кадетским центром. Ведь 1 сентября в центре города открывает свои двери президентское кадетское училище. Кристина Ревенко, Андрей Чернов, Юрий Корниенко, Информбюро.